Привет! Меня зовут Эд и сегодня я запишу для вас несколько видео рецептов на тему здоровья и красоты. Сегодня я расскажу о эффективной мази согревающей при проблемах с ногами. Это артриты, артрозы, другие различные болезни, боли, ноги крутит, выворачивает и так далее. Все это подходит для этого рецепта. Конечно, необходимо чередовать и с другими рецептами. Желательно всего, чтобы было три рецепта различных с разными компонентами и вы их чередуете. Желательно один из рецептов чтобы был эликсир вовнутрь и, например, мазь какая-то или две мази и эликсир. Вот в таком сочетании то есть помощь будет максимально вашим суставам, ногам, коленям и так далее. Значит, это в принципе мазь, мазь. Она на основе красного стручкового перца. Итак, берем три красных стручковых перца, хорошо их сечем, то есть режем на маленькие кусочки и складываем в большой стакан, то есть малюсенькие кусочки перца, которые мы порубали, так сказать, очень хорошо, мы складываем в стакан. Дальше покупаем очищенный керосин. Он бывает продается в хозяйственных магазинах, в общем его можно в любом случае найти. Керосин должен быть желательно очищенный и заливаем в пропорции один к одному. То есть, если у вас, вы там взяли, например, мерный стаканчик какой-то и у вас там 150 вышло как бы миллилитров перца, вы туда нагрузили, ну кажется, то столько же наливаем туда керосина. В принципе, не важно, главное, чтобы он покрыл, покрыл весь ваш порубленный перец. Если его будет чуть-чуть больше, ничего страшного. В общем, примерно объем один к одному. Один объем керосина и один к одному объему нарезанного стручкового перца. Заливаем и оставляем так на две недели. Через две недели. Желательно в этом время несколько раз сбалкивать, хотя бы по разу в день. То есть, желательно в какую-то небольшую баночку с крышкой это все налить и сбалкивать. Через две недели мы открываем банку. Банка должна быть чуть-чуть больше, чем у нас получилось нашего, так сказать, нашей заготовки. И наливаем туда еще полстакана, то есть, примерно 100 миллилитров растительного обычного масла подсолнечника. И хорошо перемешиваем все. Должна уже образовываться такая вот вязкая жидкость, типа как гель, как сметанка. Вот такая. Можно, в принципе, если потом этого не происходит, можно чуть-чуть потолочь. Все. Еще две недели ждем. Закрываем, ставим в шкафчик, ждем. И через две недели наша мазь готова. Сразу говорю, мазь очень сильная. Потому что стручковый перец, даже вот купите аптечную мазь на основе перца, она очень сильно печет. Поэтому, смотрите, очень осторожно. Даже, я же говорю, даже аптечные мази пекут невыносимо. Практически очень трудно, так сказать, удержаться. Поэтому с вот этой мазью, которую вы приготовите собственноручно, а лучше ее готовить собственноручно, а не применять аптечные. Она более эффективная и более активная, так сказать, в мази. Более свежая. Вы не спеша попробуйте. Первый раз осторожно. Например, если у вас болит колено или сустав коленный, очень осторожно. Немножко так берите и осторожно так намазывайте место, где болит. Можете захватить другие области. Сильно, первые два-три раза не намазывайте. Дальше, берете, укутываете целлофаном или стрейчем осторожно и заматываете все шарфом или специально приготовленной лентой, медицинской лентой, растягивающейся. Все, обматывайте и смотрите на свое состояние. Печь должно очень сильно, но, конечно, так, чтобы вы выдержали. Смотрите по своему состоянию. Если вы как бы посмотрите, что мало в этот раз, можете в следующий раз чуть-чуть больше на мазах. Но смотрите, я вас сразу предупреждаю. Печь может очень-очень сильно. Поэтому не спешите с дозой вот этого, так сказать, геля-крема. Сначала очень мало. Нанесите и лучше разотрите все. И потом посмотрите на состояние. Если вы будете выдерживать, в следующий раз можете чуть больше его нанести и растереть, и тогда укутывать. Чуть больше. Самое главное, чтобы вы выдержали. Если уже прямо не выдерживаете все, можете осторожно снимать. Понятно, что горячей водой смывать его нельзя. Лучше все вытирать тряпкой. Тряпкой вытирать. И можно, в принципе, и холодной водой тоже смывать. Ну и мыло тоже можно пользоваться. Если уже вы там переборщили, и прямо печет, да не могу. Бывали у меня такие случаи, даже у самого меня. Что намазал больше, чем нужно, и печет невыносимо. Вот такой хороший рецептик. Он действительно помогает. Рецептик рабочий. Но, еще раз повторяю, обратите внимание на дозировку. Реально эта мазь может очень сильно печь. Спасибо за внимание. И смотрите мои другие рецепты, которые появятся в скором времени от различных проблем, болезней суставов. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему дому.